Действие первое. Большая комната, служащая одновременно столовой и гостиной. Рядом небольшое помещение для магазина часов. Лестница, ведущая на антресоли. Утро. Ночью близко был пожар, и все в комнате в беспорядке. Мебель сдвинута с мест, всюду узлы с вещами. На столе неприбранная посуда. Яковлев, одноглазый часовщик лет шестидесяти, возится в своем магазине. Его жена Полина разбирает вещи. Полине лет тридцать. Ее можно назвать красивой, но в лице, в глазах ее, в движениях, все время проскальзывает какой-то испуг. Дочь Яковлева Наташа, сидя у стола, просматривает свежую газету. С лестницы сходит Клавдия, племянница часовщика. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка. Наташа, да ты бы помогла. Подожди сейчас. И когда не успели написать столько? О пожаре. Да, удивляюсь. После удивишься. Лучше помоги-ка. Шутя ее ранил, охотник. Это куда? Это к Наташе, пожалуйста. Ну что вы торопитесь? Всю ночь не спали, устали. Ты что ж, за всех собралась отдохнуть? Как хорошо, что это бывает не каждый день, подумала курица, когда повар начал резать ей горло. Полина, ты не видала, где часы из витрины мраморные? У вас в руках видела? Все яростнее раздевалась огненная река, превращая труды рук людских в прах. Люблю, когда еров много. Красноречие несчастью не подобает. Тут нужно бы рыдае говорить, а не пустобрехи. Полина, где ящик с гвоздями? Не знаю. Мало ты знаешь. Ну где теперь найти этот ящик? Тут сейчас человек должен прийти. Человек? Возможно ли это отец? К нам придет человек. А ну тебя! Все шуточки. Смотри, я актрисой будешь. Аббат исчез, оставив маркизу в недоумении. Наташа развязала банку с вареньем, взяла хлеб, блюдце, ложку. Вдруг выстрел раздался, и чайки не стал. На кашу. Ты опять насыплешь крошку в банку? А отец узнает. Проберет мачеху. Так и надо. Ну-ка, уважаемая мать моя, вы соизволите когда-нибудь рассердиться? Мне пора обед готовить. Обед этот ревиально. Обеда не будет, а будет чай с различными вкусными добавлениями. Об этом позаботюсь я. А если отец здесь приказывает только я, Величественно произнесла маркиза. Ну, как хочешь. Подхватив в ворох одежды, Полина вышла. Она как будто все больше дичей, а ты слава. Еще и ты будешь меня моралью набивать. Да ну, ну чем ты взвелась, а? Надоела. Ходит какая-то бутылка постного масла. От нее тоска. Чертей не удивишь кротостью. Молодая женщина, не дурна собой. А не может тебя поставить. А как это поставить, а? Так, тоже и ты, труженица. Вышла замуж за привидение какое-то. Ну, а если мне нравится? Ну, миленькая, вижу я, кто тебе нравится. Торопливо вошла Полина. Лицо ее испугано больше, чем когда-либо. За ней вошел незнакомый мужчина лет сорока. Это Стогов. Вот, Наташа, я не знаю, этот господин? Что такое? Вы что, Поль, я сейчас спрошу. С кем я могу поговорить относительно найма квартиры? Какой квартиры? Мы не сдаем. Мне сказали, что у часовщика Яковлева сдается флигель. Не слыхала. Хотя прихожусь к часовщику дочерью. Очень приятно узнать. Однако... Вы погорелец? Нельзя ли видеть меня самого, господина Яковлева? Можно. Он существо видимое. Вы приезжие, да? Пройдите в магазин. Он там. Благодарю вас. Татьяра-и-ра-ра. Татьяра-и-ра-ра. Похож на американского героя. Та-ра-и-ра. И как это ты можешь так разговаривать с незнакомым, а? Мачеха, а ты чего испугалась, а? Я? Почему? Голова кружится. Нет, а все-таки... Я развешиваю во дворе платье. Вдруг он идет. Я не испугалась. Ох, мачеха, ты скоро сама себя бояться станешь. Ну, ладно. Оставим это для потомства, сказала графиня, выбросив за окно изношенную туфлю. Впрочем, такой графиня не было. Мачеха, иди ставь самовар. Не рано ли? Не смущай меня возражениями. Я буду мыть посуду и вообще трудиться. Наташа, не видала ключ от флигеля? Нет. Друг выстрела раздался. Знаешь, Наташа, я все думаю о фальшивомонетчиках. Да? И что же? Вот бы познакомиться с человеком, который делает золотые. Прекрасная мечта. Или хотя с таким, который сбывает их. Превосходная идея. Ты все насмехаешься. Удивительно, да что ты несерьезно. И как это можно? Всегда надо всем шутить. А видишь ли, один грешник, просидев в аду 1913 лет, сказал соседу, а здесь вовсе не так жарко, как мне говорили. Терпеть не могу твои шуточки. Полина, ключ от флигеля. А где Полина? Полина, ключ. Очень интересно объяснили вы намерения ваши. И верное должно быть дело. Теперь многие изобретают. Мы весьма отстали в технике против иностранцев. Зато в доброте души мы впереди всех народов. Говорят, что так. С улицы вошла соседка Доня, девица лет 25. Представьте! Представьте! Все еще летят искры. Я бы не слутяла субатистовое платье. И вдруг оно загорелось. О, какая дра! Я не бежала сказать вам. Искры летят от того, что люди роются на пожарище. Да. А вы думали от чего? Представьте, я вовсе не думала об этом. Ах, несчастная! Хозяйка! Нет ключа! Как же это? Идемте! Я топру без ключа! Пожалуйста! Ах, какой ужас был ночью! Какое разорение! Забыла, Доня! Нужно сказать «оздоение». Ах, оставь! Ну что тебе? Ты любишь осмеивать всех. А мне нравится картавить. В комнату вошел муж Клавдии Ефимов, агент по распространению швейных машин. В руках его две большие связки книг. Ефимов поймал последние слова Дуни. Для Натальи Ивановны стеснять людей первое удовольствие. Философия составляла любимый предмет Агафья. Ааа, что это за Агафья? Старушка одна у льва Толстого Вани Каренина. Ваш Толстой мыло считал произведением искусства. Агафьюшка, это не Толстой, а Левин. Все равно у серьезного писателя и герои не говорят глупостей. О, за швейную машину энциклопедическим словарем заплатили. И то, слава богу, могли ничего не заплатить. А машин в судной кассе заложено. Да, в других странах невозможно подобное извращение фактов. А у нас... Безнадежно махнув рукой, Ефимов ушел в свою комнату. С улицы с узлом в руках вошла Бобова, крепкая, бойкая женщина лет сорока пяти. Здравствуйте, дорогие, на долгие года! Страсти-то, ужас-ти, пожарищ-то каков! Я, подобно мыши летучей, всю ноченьку металась, не знаю как. В третий раз посылает Господь городок наш огненной бедой. Раз от раза все погибельней. Раз тут, видно, грехи-то наши возрастают. А не помочь ли вам в уборке-то? Устали поди-ка? Вот именно, помоги, умираю от усталости. Женишка твоего видела сейчас? Где? Сюда идет, с кем-с кем. Наташа взяла поднос с посудой и вышла в кухню. Нет, как это милостивый Господь оградил вас. Всего за три дома до вашего и истяк огонь. Сгореть бы этому. Ну, зачем же? Нас не стены держат, а робость, да глупость наша. А-а-а, неудобный домок. Неудобный. И что это Наташа не уговорит крестного совсем подарить ей, рухлить эту? А то живете вы под барским капризом. Сегодня, любезно, завтра пошли прочь. А Наташа-то продать бы домок-то этот, а я уж бы и покупателя бы нашла. В комнату вошел Глинкин, дворянин, молодой, красивый и нахальный. Он в кожаной куртке, охотничьих сапогах, в руках портфель. Дворянину почтение. Что это такое кожаный сегодня? Ладно, ладно, не твое дело. Где Яковлев? А ты кого спрашиваешь? Не все равно кого. А вы что ж не здороваетесь со мной, а? А вы со мной? Пардон. Я спросил, где Яковлев? А ты кого спросил? Ладно, ладно, не все равно кого. Ну, это куда? Дайте мне это наверх. Полина потащила узел на тресоли. Копченая селедка. Ну, как живешь, бабиха, а? А как привыкла? Хихоньки-хахоньки, доходщики-махоньки. Живу не тужу, всем служу, а вот тебе покажу. Ага. Ну, а когда должишки отдашь мне? Ага. Успеешь, успеешь. Глинкин машинально опускает пальцы в карман жилета. Ага, забыл, что частики в закладе у меня. Ага, но я гадости не люблю, помните. Ну, а свадьба-то у вас скоро? Это не твое дело. Семья – священный оазис в пустыне жизни. И никто не смеет вторгаться в недра брака. Для вас вот таких брак-любительский спектакль. А для меня это парадное представление на сцене императорского театра. Поняла? Нет, конечно. Холм. А-а-а, здравствуйте. А где ваш отец? Пошел сдавать какому-то господину квартиру во Флигеле. Хм, странно. А разве во Флигеле можно жить? Куда ты? За провизией к обеду. А, полезное путешествие. Водки, водки купить не забудьте. Векунд, я знаю ваши вкусы. Вошли Стугов и Яковлев. Человек должен иметь хозяина. И надо всеми, Господь, приятно слышать такие речи в наше время всяческого буйства. Очень приятно. Теперь позвольте вас познакомить с моими. Дочь Наташа. Петр Васильевич Стогов. Тихон Степанов Глинкин, юрист. Из пятого класса реального учительства. Личный секретарь судебного следователя Кенцкого. То есть писарь. А это торгует старинными вещами. Продаю, покупаю. Распрекрасную невесту сосватать могу. Выгодно старинными вещами-то торговать. Да оно ерунда, обман. Она сама выдумывает эти вещи. Вещь, сударь мой, нельзя выдумать. Ее надо сделать. И без обмана нельзя. Все хотят обмануты быть. Лишь бы хорошо обманули. А вот жена. Полина испуганно отступает. Так вы позвольте мне смерить там, нет ли у вас рулетки или аршина. Полина? Нет. Как нет? Аршина у меня в комнате. Ты слышишь, ну? Я принесу. Ты что? Устала. Ну, все устали. Извольте. Благодарю. Может, помочь вам, а? Нет, нет, не беспокойтесь. Я сам. Стогов ушел. Ну, похоже, что хороший постоялец. Видимо, со средствами. Вот я забочусь обо всех. Как лучше, спокойнее. А вы... Аббат, мы это уже слышали. А ты чего сидишь, вороной? Убирай дом скорее. А, хорошенькое обращение с женщиной, а? Вы тихо. Крешить не люблю. Да. Ни одного зеркала, а? Нельзя даже понять, существуешь ты или нет. Экай бездельник. Экай про хвост, а? А ты, Полина Петровна, не хороша, что ты нынче. Стой, ты, а? Где же Клавдия? Она за нафталином побежала. Глинкин поднялся наверх. Полина вышла в кухню. Бобов заметила во дворе Стогова, подбежала к окну. Тс-ц-ц. Ну, что? Как? Ладно ли дело-то? Квартиру снял. Что это за дурак, зять-то этот? Да так, щеночек, он у меня в горсти. Никого нет? Позвать, что ли? Да, щеколея. Сейчас. Бобова вышла в кухню. Стогов вошел в комнату. В дверях кухни появилась Полина. Зачем вы пришли? Зачем? Я вчера на улице и тогда в церкви. Сказал, что не отстану, найду. Вот и нашел. Прошу вас, уйдите. Не надо притворяться, Поля. Что вам нужно от меня? Кто вы для меня? Судьба. Хозяин твой. Влюбленный человек. Я вас не знаю. Я не хочу. Я твоя судьба, ты моя. Оказалось, что у меня есть что-то похожее на совесть, Поля. Нет. Есть что-то. Может быть, это от бессонницы, может быть, от скуки. Одним словом, ты мне нужна. И я пришел за тобой. Нет, не смеешь. Не можешь. Ты. Из-за тебя я сидела в тюрьме. Меня осудили, позорили. Из-за тебя. Мы ведь тебя оправдали. Молчи. О том, что всем известно. Зачем? Ведь я же знаю. Ребенок родился мертвым. Проклятая бабка сказала мне. Но она не вовремя умерла. А я, как тебе известную... Впрочем, я не оправдываюсь. Зачем ты пришел? Зачем? Я сказал. За тобой. У меня муж, он пожалел меня так даже на суде. Иной раз пожалеть выгодно. Третий год я живу. Живешь раньше. Не смей. Ну, перестань. К Христу Богу прошу, уйди. Не могу. Я ничего не могу. Чему быть, того не миновать. Кто ты такой? Полина, я смотрел, как ты молилась в церкви. Не один раз смотрел. В твои годы так молятся, когда хотят согрешить, но боятся. Я, знаешь, даже испугался из-за тебя. Поверь, это верно. Испугался. Врешь ты. Врешь. Ну, если ты добрый человек, уйди же. Я прошу. Грешница ты в мыслях. Ведь я знаю тебя. Ты ведь очень любишь грех. Очень ждешь его. Неправда. Нет, не хочу. Прости. Меня не обманешь. Ты очень сильная женщина. Ты настоящая. Как ты согнула себя. Ты такая гордая. Я не узнаю тебя. Удивительно. Но то, что ты считаешь грехом, ведь это же не грех. Это твоя обязанность, твой долг. Пойми. Раньше ведь ты знала, что это твой долг. И радость твоя. Знала. Это в тебе не могли убить. Не притворяйся. Так вот, хозяйка, я сейчас пришлю сюда плотника. Отвечай же мне. Ну. Хорошо. Да. Прощайте. В комнату вошел судебный следователь Кимской, крестный отец Наташи. Ему уже лет под шестьдесят. Одет неряшливо, весь какой-то неприбранный. В руках у него пара уток. Кимской удивленно оглядел Стогова. Кто такой, а? Постоялец. Снял флигель. А, семейный? Одинок. Почему? Холостому удобнее. Хм. Может быть. Полина, Тихон здесь? Да. Бросил меня, ушел. Я говорю, возьми Наташи уток, а он ушел. Вот утки, Наташа. Да. Вы квартиру сняли? Хм. Чем занимаетесь? Изобретаю новый сплав. Сплав леса? Металлов? Не понимаю. До свидания. Полина, как это он тут? Не знаю, не знаю. Что это? Ходят тут все эти разные. Тут Наташа и вдруг какой-то слесарь. Наташа испугалась пожара. Не дитя она? Приготовь ей уток. Зажарь. Помоги мне снять это. Вошла Бобова. Да, я помогу. А ты иди уж с тряпой. Полина Петровна. Ага, лиса. Ты здесь, а? Несчастье всех в одну кучу валит. Миротворец вы наш. Погорела, а? Нет. Бог миловал. Так какое же у тебя несчастье? Не понимаю. А? Ты сама несчастье. Вот, вот именно. Ты сама несчастье, а? Что вы такое говорите? Добрячок вы такой. Я ко всем с добром. А вы меня колом. А обещанец-то свое не исполнили? Какое? По свечничке-то обещали продать мне. Пошла, пошла, по свечничке. Это канделябры, да. Это редко. А часики-то каминные. Обещаю. Иди прочь. Бобова отошла, занялась разборка вещей. Вошел Яковлев. Здравствуйте. Здравствуй, да. Вот что, браткум. Тут-то эти у тебя постояльцы все какие-то. Это, брат, мне не нравится. Как же быть? Ведь мне без людей лучше бедность понуждают. Подожди. Я дал дом Наташе. А ты устраиваешь тут постоялый двор какой-то. На хлебнике, постояльцы. Это я плохо понимаю. Все-таки это мой дом. Я прихожу, тут вдруг какой-то человек. Потом этот Ефимов. Надо, брат, быть деликатным. Однако ж, войдите в положение. Улица глухая, не торговая. Магазин работает плохо. На старом месте на Юру было лучше. А здесь я потерял. Кто сюда пойдет? Ну, это я не знаю. Я сделал, что мог. Пристроил тебе лавочку. Испортил шоссе дома и так далее. Но постоялый двор я осуждаю. Ефимов и все это мне не нравится. Я брат старин. Я тоже немолоденький. Ну, да. Я пойду к себе. Скажи, чтобы дали мне мыться. Иванов, письмоводителю слышал, а? Каково? Что уж тут? А ты живи. Иди, неси ему воду-то. Ладно, сейчас. Яковлев вышел в кухню. С улицы появился околодочный Иванов, веселый, бойкий франт. Эй, бабиха! Погоди. Тсс. А что? Кемской. Ты что тут делаешь? Помогаю в уборке. Куда это на хлебник твой выехал? Ай, дай бог памяти. Сморгонь. Что ты, милый, такого места и нет на земле. Ну, я лучше тебе знаю, что есть, а чего нет. А скоро я тебя, милая дама, поймаю. Ах, гонитель ты мой, нерон жестокий. И за что ты меня поймаешь? А за шиворот. Не держи ворот. Не скупай краденого. А я все покупаю. Слона приведу. Так я и слона. Ну, ладно, ладно, точи зубы-то. Слушай-ка, на-ка вот пересунь. Иванов подал Бобовой записку. Бобова исполнила поручение. Глинкин спустился вниз. Примите два пакета. Ну, родица. Ладно, ладно, а лучше вас знаю, кто-кто. Веселым. Имею фамилию. Ах, в моих жилах течет рыжая плебейская кровь. Ах ты милая, ах ты милая, ах ты милая, ах рябина. Серьезно, здесь? Скажите, Полев, что можно накрывать стол. Дефинов, ступайте, скажите. Вы, сударь мой, потише командуйте. Я человек неожиданный. Никто не знает, на что я способен. И что, что, я не командую. Скучно, черт возьми. Вот и пожар был, а скучно. Ай, к вам жаловаться не на что. У вас все-таки фамилия оригинальная. Глинкин. Напоминает Глинку. Оперу «Жизнь за царя». А вот если ей фильмов, так уж это безнадежно. Глинкин – русофизм. Моя фамилия – де Глинкен. Мой дед был француз, дворянин. А Глинкин – это переделка на русский лад. Русофизм. То есть русизм. А, хоть бы и так, но все-таки хорошо. А вот если Ефимов, так это что же? Вы можете себе представить монумент Ефимову? Если такой монумент поставить на площади, то ведь никто ходить не станет. Да, возможно, не станет. Фигура у вас. А, тут не в фигуре суть. Многие люди не обладали фигурой. А монумент им все-таки поставили вы? Впрочем, я не совсем понимаю вашу идею. Идея простая. Все великие люди носили соответственные фамилии. Аристотель, Эмиль, Золя, Степан Разин. А если сказать, великой человеке, Ефимов. Никто этому не поверит. Вошла Бобова, Начала накрывать на стол. Бобиха, Жену мою не видала? А он, поглядите, Вытворец, что делается. То есть, до чего это благочестивец наш, Боголис Кривой? Полагею за ним. Даже глядеть обидно. Кем это она там? Только и твердит, Я тебя с земли поднят, Я тебя из грязи вынул. Ну, это мне не интересно. Эту важность поднял. Эдакую бабочку, да не поднять. Всяк бы поднял, Да снова положил. Дело дешевое, А удовольствие большое. Да. Ефимов вышел во двор. Ревнив черт. Без ревности любовь, Как без соли хлеба. Бабиха, бабиха, Скажи, чтоб скорее собирали на стол. Поспишь, Гростова голова. Глинкин вышел вслед за Ефимовым. Полина вынесла из кухни тарелки. Господи, как тут все нехорошо. Кому прибрать? У вас все баре. Ты в судьбу веришь? А как же? И в Бога веришь? И в Бога. Что это ты, матушка, спрашиваешь как? А кто сильнее? Судьба или Бог? Ну уж, этого я не знаю. Чего не знаю, так не знаю. Этого поди-ка и боголюбивый муженек твой не знает. Одноглазый черт. Ох, поле-поле, тяжела твоя доля. Значит, заслужила такую. А ты полно. Согрешив на грош, на рубль каешься. Утки-то меня. Утки. Баба убросилась в кухню. В дверях столкнулась с Яковлевым. Ты что, слепая? Да гудки-то меня гудки. Демоны. Подожди минуту. Чего такое? Напрасно ты сдал флигель. Это твое дело? Мое. Чего? Это человек нехороший. А тебе какое дело? Ты, добрый, ты поймешь. Ведь я молчу. Я всегда молчу. Ведь если я говорю, значит... Значит, я с тобой должен серьезно поговорить. Я и поговорю. Яковлев ушел в магазин. Ну, хорошо. Ну, все равно. Со двора вбежала Клавдия. Поля, Поля, милая! Мой-то был накрыл меня с Ивановым. Слушай-ка, сходи к Доне. Пусть она скажет, что я с ней говорил через забор. Сбегай, милая. Да что ты, какая дурна, что ли? Что ты? Клава, ну скажи правду. Ведь меня можно пожалеть, выслушать. Ведь я молчу. Я уже третий год молчу. Вся живу, спрятавшись в сердце своем. Вся в своем сердце. Поля, да что ты говоришь? Не здоровится тебе. Подожди, ну хорошо. Даже если я грешница, если тяжело согрешила. Эй, чтоб вспомнила. Ну, подожди. За грех мой меня напугали. Меня мучили. Господи, как мучили. А в чем я грешна? Разве несчастье-то грех? Ведь не собака же я. Ведь нельзя же меня как собаку. Свистнул кто и должна я бежать к нему, если он мне свистнул. Ведь человек я. Ах, да послала бы ты к черту своего кривого. Что мне это делать? Сейчас придет мой. Поленька, сбегай к Дунь-то. Ну, скорее. Зачем? Ах, боже мой, ничего ты не можешь понять. Не могу. В комнату вошел Ефимов. А вы, сударыня, опять начали беседы ваши сквозь забор? А тебе опять мерещится. Ты с кем говорила? С Дуней, говорила она. Я спрошу Дуню. Спроси. Это над чем же это вы? Ой, над собой. Я права над собой. Чего же это в себе смешного нашли вы? Не вижу я тут ничего веселого. При тебе из горя засмеешься. Коля, Клава. Обе ушли на зов. Глинкин вынес из комнаты Наташи зеркало в старой позолоченной раме. Поставил его на пол у лестницы. Дрянь, зеркало. Для местного населения вполне годится. Дрянь. Человек должен видеть себя в сиянии всех качеств. А тут и пятно. А ты и есть пятно. Клякся да с традицией историю, культуры. Любишь ты критические слова. По-моему, критик просто человек дурного характера. Много ты понимаешь. Глинкин ушел в магазин к Яковлеву. А кто же повесит зеркало? История. На кой черт она мне история? Дурак. С улицы вошел Лузгин. Человек лет сорока, чистый, скромно одетый. У него лицо и взгляд человека ненормального. Здравствуйте. Часовых дел мастер? Нет. Я бы хотел часы починить. Чинить? То есть отдать их починить? Отдайте. А кому? А хоть трубочисту мне все равно. Кто вы такой? Человек. Смешно? Черт. Чем? Чем вы занимаетесь? Ищу наследников к выбороченному имуществу. Чьё имущество? Нельзя сказать. Я скажу, а вы, вот вы, и закричите, я наследник, и толкнете меня на ложный путь. Наташа спустилась в комнату. С интересом оглядела Лузгина. Желает часы починить. Где отец? Не знаю. О каком это наследстве, говорите вы? Интересно. Большое наследство. Владелец помер, а наследники неизвестны. Второй год ищу. И что же? Они здесь? В нашем городе? Как будто, как если бы... Вдруг это я? Был бы рад. Был бы очень рад. Ну так что же, сделайте мне наследницей, а? Да высадитесь. Сделайте, ведь вам все равно, да? Решительно все равно. Черт, знаешь, чудак вы. Из кухни вышла Клавдия, за ней Яковлев. Ну где же вы ходите и не закрываете магазин? А какой дурак зайдет в него? А вот я зашел. Извините. Живем в таком глухом углу, вы... Я бы хотел часы починить. Можно. Пожалуйста, в магазин. А потом расскажите мне наследство, хорошо? Большое наследство, да? Невыносимо большое. Лузгин вслед за Яковлевым вышли в магазин. А что? Какое наследство? Странно. Зови крестного обедать. Наследники могут быть. Если действительно существует имущество. Неприятный какой. Чувствую, что наследница это Яковлев. Можете поздравлять. Ведь и я человек. Из магазина выбежал Лузгин, оттащил Ефимова в сторону. А не заходил к вам такой, похожий на меня? Нет? Нет. Нет? Действие второе. Вечер. Та же комната. Только теперь все прибрано, отчего комната стала скучной и неуютной. Из магазина вошли Стогов и Яковлев. Никого. Никого нет. Жена с племянницей в церковь пошли, дочь с крестным гулять. Так как же, а? Решайте. Опасное дело. Опасное. А работа отличная. Отличная работа. Дайте еще раз взгляну. Стогов бросил на стол золотую монету. Яковлев начал разглядывать ее в лупу. Руки его трясутся. Вот оно, желтенькое. Имя ему золото. Три удара слова. Добро и зло в нем. И счастье, а? Все зависит от того, как взять. Ведь если подумать... Жизнь коротка. Думать не стоит. Кума моего, Кимского, я бы в шею. Взяти нареченного, навязанного им в шею. Дочь обеспечьте. С деньгами много добра можно сделать. Граммофон можно купить. Автомобиль. Я бы дрозда певчего купил. Тут один парикмахер дрозда продает. Замечательный дрозд. Два года любуюсь им. Сказочная птица. Да, но людей обманывать грех. Дело ваше. Я предложил, а уговаривать не стану. Грех. Все люди грешат. Только вы хотите быть праведником. Скучно вам будет. Одинок. Да, шутите вы. Непонятно вы шутите. И как это вы сразу начали говорить со мной о таком деле? Да ведь когда-нибудь с кем-нибудь надо было начать этот разговор. А я вижу, человек вы бедный. Живется вам трудно. Ну и начал. И не боитесь? Чего же? А вдруг я полиции объявлю? Вы? Зачем же? А фабрикантов этого товара здесь давно ищут. Да? А что же вы скажете полиции? Свидетелей-то ведь нашей беседы нет. А золото может быть настоящее. То есть как настоящее? Как же это настоящее? Позвольте, зачем же тогда? Да, удивляюсь я. Удивляться занятие пустое. Но если монета настоящая, тогда значит... Что тогда? Вы вроде дьявола? Нет, куда мне? А вы не агент полиции? С вами говорить бесполезно. Подождите, постойте. О, Господи, послушайте. Мне хочется правду знать. Как же дело делать, не зная правды? Правда нужна. И потом, ведь если бы Господь не допускал греха, так люди не грешили бы? Не грешили бы, а? Этого я не знаю. А знаю вот что. Вы Кирина помните? Я? Позвольте. Какого? Кто это? Лицо известное. Музей в Нижнем Новгороде обворобал. Старинные монеты. Помните? Он у Бобовой на квартире жил. Забыли? А Бобова краденое принимает. Это вы должны знать. Вы же сами поделали для нее старинные вещи. О, да вот как. Значит, вы действительно... Ага. Зачем же эта игра со мной? Вы бы прямо сказали, если Кирин приятель вам... Приятель. Или вы... Вы агент. Ну, зачем игра эта? Надо испытать человека. Дело же серьезное. Ну, что ж. Значит, я в руках у вас. Любопытно видеть, как человек, прижатый в угол, извивается. Изгибается. Я согрешил один раз. А мне все равно, один или один. Я на грех шел для других, для дочери. Но худое ради хорошего. Господь тоже добр. Он меня не накажет. Ну, за что вас наказывать, если вы грешите ради других? Шутите вы. Я... Я шутить не умею. Позвольте. Так как же мы решили? Кто же вы будете-то? Ведь нельзя же так. Поговорили о конца нет. Оба вышли. С лестницы с бумагами в руках спустился Глинкин. Бросил бумаги на стол, достал папиросу. Ханство, хам, хам, хам. Заметил на столе монету. Странно. Очень странно. Глинкин, не раздумывая, спрятал монету в карман. Замечательно. В комнату, продолжая начатый разговор, вошли Ефимов и Лузгин. А дети-то, дети, тоже Ефимовы будут? Ефимовы? Детей не надо. О, не надо? Если все мои предки ничем в жизни не отличились, не могли себя поставить заметно, и меня сделали, так сказать, невидимым, то я, человек, рассуждающий, протестую против своей пустой природы и, не желая распространять ее далее, обязан не родить детей. Вы точно прошение читаете. Так, так, так. Не родить? А, незначительные люди лишние. И вообще, человек, вещь не нужна. А кому же наследство? Наследство-то кому? Не верится в наследство. Что же наследники находятся? Ищу. Где не носится, ищу. Все думаю. Вы не забудьте, что мои предки были англичанин. Грэм-квэм. И, возможно, что один из них переселился в Америку и там. Да врете вы, англичане, французы. Виви. Не смейте не верить. Наследство в деньгах или в земле? В земле. В земле. И в деньгах. Да-да. И в деньгах. Ш-ш-ш. Молчок. Наследство. Вот какое. Неубедительно. Сыграй мне преферанс. Четвертого нет. С барваном? А кем с кой прогулок? В кухне. Это можно. В преферанс хотите? Я? Да. Хочу. Только четвертого нет. А вот. Вот он. Лузгин показал на свое отражение в зеркале. А, это неостроумно. Лузгин погрозил своему отражению пальцем, потом отскочил от зеркала и подошел к Глинкину. Ну, вы честный? Что за вопрос? Тут не был эдакой, похожей на меня. Не видел, да разве есть такой? Есть один. Трудно быть похожим на вас. Трудно. Очень трудно. Но он умеет. Он может. Кто? Есть такой. Продолжая наш разговор, скажу. Каждая икринка хочет быть рыбой. Икринка рыбой? Верно. И даже не просто рыбой, а щукой. Верно. От этого и все такое. А это чепуха и всем известно. Пойдемте играть. Чепуха? А зачем галстучек необыкновенный носите? Галстучек-то зачем? С улицы вошли Клавдия и Дуня. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. А впочем я всех видел, кроме искателей наследников. Нашли? Весело было в церкви. Сколько тысяч метров показывали, а? Ну да, была в кинематографе. Ну, что еще скажешь? Ты-ка в сеношной пошла. А-а-а, я ее утащила с собой. Пойдемте играть. Пойдемте играть. Играть, играть. Пойдемте. Дуняша, в преферранс хотите? Очень. Мне в картах везет. Все, кроме Клавдии, ушли в кухню. Вошла Полина. Откуда? В сеношной-то давно кончилось. Гуляла. Ты? Это новость. Муж дома? Во флигере у постояльца. Ты, Сердито, муж, уксус проклятый. Как вы все надоели мне. Ходите, как ограбленные. На тебя тошно смотреть. Мне, Клава, плохо. Тяжело мне, грустно. Всем не весело, а веселяться. Ты думаешь, не улыбнулась бы я? Если бы было чему. Кому, а не чему. Ах, как улыбнулась бы я всей душой. Господи, Господи. Ну и улыбнись какому-нибудь красивому мужчине. А кроме этого, ничего нет для нас. Кроме чего? Конечно, нет ничего, кроме мужчины. В прятки играть. Дрожать от страха. Ну и подражи в прятки. Скажите, какая праведная. У меня, матушка, муж-то двуглазый. Да играю, а тебе с кривым. С улицы вошли Кемской и Наташа. Полина стоит за буфетом. Наташа и Кемской ее не видят. Чай скоро? Сейчас будет. Почему не в саду? Да можно и в саду. Клавдия ушла. Из кухни доносятся возгласы играющих в карты. Стивбик. Ваш комплекс. Мои. Ваш. Трактир. Не хватает только балалайки и канарейки. Это ужасно. Вообще ужасно. Мачеха твоя. Ни ума, ни души, ничего. Раньше таких женщин не было. Например, твоя мать. О, ты очень похожа на нее. Да, Маркиз. Вы говорили мне это 516 раз. И я знаю, что моя мать была женщиной, очень похожей на меня. О других ее достоинствах вы, Маркиз, ничего не говорите. Она была тоже остроумна. Понимаю, еще раз похожа на меня. А вот зачем вы хотите выдать меня замуж за Глинкина? Не понимаю. Я же объяснил. Будешь дворянкой. Это очень украсит меня. Я все еще не нахожу вкуса в дворянстве. Это все. Ну, знаешь, ну, надо выходить замуж. Здесь пахнет этими швейными машинами, постояльцами, глупостью. Не буяньте, Маркиз. Идите в сад кормить комаров. Идите, я вам плед принесу. Кемской вышел в кухню. Наташа побежала наверх за пледом. Через минуту спустилась, увидела Полину и обняла ее. Ты меня любишь? Да, очень. Почему? Об этом не спрашивают. Я обо всем спрашиваю. Ты меня любишь, потому что здесь больше некого любить. Пока. И вот потому что ты меня любишь пока, до завтра мне хочется обидеть тебя. Что с тобой? Ты плохо действуешь на меня. Ты заставляешь думать о тебе, а я и о себе думать-то не умею. Тебе никто не нравится-то потому, что ты сама себе и не нравишься. Эх, ты. Впрочем, я сама себе тоже не нравлюсь. Я сегодня печально, как гитара. Мне плакать хочется. Не всегда весело жить, шутя. Вот до чего меня довели. До каких мыслей. Веселюсь, веселюсь. А может быть, я тоже, как все, невеселый, а? Трудно, ты говоришь. Не понимаю. Тебе нравится этот? Стогов? Нет. Что это ты как? Нет. Меня он интригует. Он похож на американского актера. В нем есть что-то такое эдакое. Я хочу пофлиртовать с ним. Так не нравится? Нет, Ната. Право, нет. И не надо флиртовать. Не надо, чтобы он тебе нравился. Почему? Не надо, поверь. Почему так загадочно? Поля, у меня два глаза. Два. И оба видят, что этот немилостивый государь, твой старый знакомый, так ли? Нет. Ты ошибаешься. Нет. А ты врешь. Это он, да? Твой первый. Не надо спрашивать. Не теперь. Почему не теперь? Тссс. Вошел Лузгин. Отнеси плед к крестному. Он в саду. Полина, взяв плед, ушла. Вы что же прячетесь от меня, а? Заинтриговали каким-то наследством и прячетесь. И будешь ты царицей мира. Это смешно. Однако этим не проживешь. Нет, вы мне скажите, наследница я или нет? В дверях кухни появился Ефимов. Вы ангел. Двадцати трех лет нос. Вы замечательные и похожи... Нет, нет. Довольно. Ни на кого не похожи. И будешь ты царицей. Позвольте. А где доказательства? Какие? А может, наследник это я? Идемте в сад. Там вы мне расскажете о наследстве. Наташа увела Лузгина. Вошел Глинкин. Недовольно покосился вслед Лузгину. Обыграл меня этот клоун. Че ты знаешь, что такое? И меня обыграл. Так Генрику Ипсину при жизни его памятник поставил. А что такое Ипсин? Написал драму Нора. Этим всех женщин с ума осьвел. От мужей бегать стали. Вы истории человечества не знаете. Жены всегда от мужей бегали. Вошел Яковлев. За ним тенью Полина. А что же вы чай пить не идете? Там этот Лузгинский смешно слушать. Оба сумасшедшие. Глинкин и Ефимов ушли. Яковлев ищет на столе монету. Соврал. Погоди я тебя. Мне с тобой поговорить нужно. Что ты за мной ходишь, как собака? Мне нужно поговорить. Три минуты. Больше нельзя. Некогда мне ухожу. Ты мне муж. Ну? Ты отвечаешь за меня? Что такое? Перед кем? Перед Богом. Перед людьми. Перед Богом это да. А люди, а полиция. Ты что сделала? С Бобовой что-нибудь? Я ж тебе дура говорил. Вещей у нее не покупай. Ничего не сделала я. Но человек этот во флии. Бобеда! Ты подходить к нему не смей. Слышала? Вы обе, ты и Наташка в два голоса. Этот человек нужен мне. Ты его не видишь. Я бы его для тебя поняла. Слово сказать не смей. Понимаешь? Слушай, я тебе в ноги поклонюсь. Помоги. Я пряталась. Жила сама себя, не видя. Как в тюрьме жила в темноте души моей. Я боюсь. Я не могу, не могу видеть его. Подожди. Что такое? Ах, черт тебя возьми. Ты влюбилась, проклятая, сразу в десять дней. Не влюбилась я. Не хочу ничего. Только скажи ему, ушел бы он. Не мутил бы души моей. Я убить могу. Кого? Меня? Себя. Его пойми же. Он первое горе мое. Первое что? Ага. Он был. Это он. Любовник твой. Ах ты, вот как. Вот почему он. Ты ненавидеть его должна. Ненавидеть, поняла? Не прикасайся к нему и ненавидь. Это он тебя обманул. Говори. Я ненавижу, но боюсь. Стой. Он кто? Сыщик, да? Вор? Я не знаю. Он был кассиром на вокзале. Значит, вор. Ловили, судили. Не знаю, не знаю. Конечно, вор. Да, вот как. Ты один у меня. Помоги. Он к тебе не подойдет, коли ты его не поманишь. Ах ты, дьявол, тихой. Обмануть хочет меня. Дескать, я говорила, предупреждала, да? Ну, нет. Со мной в эту игру не сыграешь, нет? Ты помнишь, кто ты? Помнишь, откуда я тебя взял? Я тебя со скамьи подсудимых взял, собака. Что ты? Ты защитить меня должен. Тебе Бог дал меня. Не тронь бога, свинья. Бог не дурак. Это я дурак. Я. Что ты делаешь? Я тебе душу хотела открыть, а ты меня в могилу... Плюю. Гонишь. В душу тебе. Стой. Куда? Не могу я. Не криви морду. Смотри, чтобы никто ничего не замечал. Близко большой беды хочешь. Поняла? Прости тебя, Бог, а я не сумею, не смогу. Мучший. Ты меня не перехитришь. Ты свой грех на меня не сложишь. Сама нищи его, сама. У тебя должна быть своя совесть, свой разум. А совесть у меня есть, разума нет. Я еще поговорю с тобой. Не надо. Я знаю, что надо и как надо. Яковлев ушел. Полина подошла к окну и увидела Стогова. Стогов влезает в окно. Испугал? Сторговался. Купил меня. Не говоря о том, что твой муж мерзавец. Он еще дурак. Орет, шипит. А я тут под окном. Этот лузгин кружится. Ефимов послушать хочет. Почему так он лузгин-то присосался? Ненавижу я тебя. Ненавижу. Но здоровье. Рад буду. Если от этого тебе легче будет. Полина, хочешь, я твоего мужа в тюрьму спрячу? Предупреждаю. Если нет, так другой кто-нибудь это сделает. Лузгин, например. Он, кажется, сыщик. А ты кто? Ведь ты же был хороший человек. Был? Едва ли. Вернее, не был. Был. Я знаю. Тебе, конечно, приятнее думать, что ты любила хорошего человека. В тебе и теперь еще что-то есть. Ничего нет. Зачем ты говоришь так? Зачем? Ну, конечно, не для того, чтобы покаяться перед тобой. Это не нужно ни тебе, ни мне. Что тебе нужно? Что? Зачем ты пришел? По глупости. Ну, слушай. Дело вот в чем. Я ведь думал, что ты с Яковлевым доживешь хорошо, дружно. А вот смотрю я на вас в второй неделе, вижу, что ошибся. Мне тебя жалко. Не верю. Это дело твое, не верь. Но ты можешь снова попасть в тюрьму. Ты знаешь, что Яковлев с ворами в дружбе краденой покупает? Он и Бобова. Замуж он тебя взял не потому, что пожалел, а потому, что надеялся встретить в тебе удобного для себя человека. Поняла? Ты сказал, что у тебя совесть есть. Помнишь, вот здесь ты сказал это? Ошибся. Взгляни на меня. Так как же? Хочешь, чтобы я мужа твоего в тюрьму посадил? А я с тобой? Да. Этого не будет. Я этого и не жду. Не ждешь? Почему? Что же тебе нужно? Да вот, не хочу, чтобы ты снова в тюрьму попала. Все это ложь. Все, все неправда, фальш. Я спрашиваю, что тебе нужно? Что? Наташа вела укутанного пледом Кемскова. Нет, это невозможно. Всегда кто-то есть. Суются под ноги. Этот Ефимов, какой-то Лузгин, полуумный враль. Кто это на лестнице? Вы квартирант? На лестницах только кошки сидят. Не уходите. Мне вас нужно. Я сейчас приду. Слушаю. Наташа и Кемской поднялись наверх. Я никого, ничего не боюсь. Мне все равно. Слышишь? Слышу. Вошел Ефимов. Почему темно? Должно быть, потому что нет огня. Зажечь надо. Не надо. Идиот этот Иванов. Ухаживает за Дуней по полу. Сидят в саду. Он ей падку за шиворот льет. Говорит, трудно быть красивым мужчин. К кого? Идиот. А может, он за Дуней ухаживает для отвода глаз чьих-нибудь? Полина Петровна, для отвода глаз. Да. Может быть, наверное. Ты Глинкину узгину золотой проиграл. Откуда у него золотой? Пять рублей? Пять. А что? Пять рублей немного. Положим. Все-таки откуда? Узгин рад. С лестницы сбежала Наташа. Агафья, уйди ты мне мешаешь. Что такое? А то я. Черт знает что. Ефимов ушел. Наташа зажгла лампу. Увидела, что Ипполина направилась к двери. Нет, мачеха. Останься. Сиди. Сядьте и вы, Ипполит. Как? Не помню. И не надо помнить. Загадочно сказано. Вы вообще загадочный человек. А я этого терпеть не могу. И мне нужно знать, кто вы такой. Замечательно. Кроме меня самого все это хотят знать. Зачем вам? Вам-то зачем? Нет, вы бросите эти штучки. Кто вы? Чем занимаетесь? Ну, представьте себе, что сыщик. Агент полиции. Не верь. Не верю. Вы, сударь, лжете. Рафи. Да. Вы занимаетесь бытом фальшивых денег. Золотых. Да? И вы хотите погубить отца и всех нас. Неправда. Нет, Наташа, это неправда. Это он из-за тебя, мачеха? Ведь он тот твой, говори. Да, это он, но он не из-за меня. Ой, я ничего не понимаю. Я не хочу ничего слышать, видеть. Я уйду. Нельзя. Сиди. Пусть уйдет. Это лучше. Почему? Вы видите. Иди, Полина. Почему вы ее удалили? Достаточно с нее. Чего достаточно? Вот, смотрите. Четыре настоящих, одна фальшивая. Найдите, которая. Не хочу. А вы попробуйте. Все фальшивые. Нет, я совершенно серьезно вам говорю. Одна. Я не понимаю. К чему все это? Я спросила вас. Вы не ответили? Не найдете. Я сам сразу не мог найти. Это очень искусная работа. Делают здесь, в городе. Или около. Все фальшивые. Все фальшивые или все настоящие, я не знаю. Вот видите. Иногда думаю, что настоящих-то вовсе нет. То есть, фальшивых нет. Но вот это признано фальшивой. Чтобы отличить ее от других, я поставил на ней знак иглой. Вот. Ну и что же? К чему все это? Их было две таких. Одну я потерял. Она оказалась в руках вашего жениха. А он ее проиграл Лузгину. Это Лузгин вам сказал, что я фальшивомонетчик? Да? У вас лицо честного человека. Ошибочное впечатление. Ложное. Или вы хороший актер. Не торопитесь понимать. Если актер, то плохой. Я сказал вам правду. Я сыщик. Ловлю фальшивомонетчиков на фальшивую монету. Могу, разумеется, много сделать неприятностей. И невинному человеку. Если захочу. Могу жадного спровоцировать. Вашего Яковлева легко погубить. Он жаден и глуп. Вы, конечно, знаете, что не он, ваш отец Акимской. Об этом все в городе говорят. А? Но к чему все это говорите мне? Вы умная. Ну, хорошо. Умная. Ну, и что же? Вот попробуйте-ка. Помогите мне. Я несколько запутался. Яковлев, конечно, достоин того, что он заслужил. Но Полина, да и вы, будет скандал. Лузгин, кажется, тоже сыщик. Если не сумасшедший. Сыщик или вор, это всегда близко одно к другому. Всегда? Нет. Не торопитесь жалеть. Но его поиски наследника... Средство войти в дом. В душу. Вы ошибаетесь, я думаю. Вы не ошибаетесь. Едва ли. Я слишком много ошибался. Нет. Я не понимаю. Вы... Все, что говорите, вы кажется неправдой, неестественной. Верный признак, что говорю правду. Не нашли? Фальшивые-то. Вот так и с людьми. Настоящего человека можно отличить от фальшивого, только поставив на нем свой знак. Но это портит его. Вы о Полине? Что вы хотите делать с нее? Ничего. Хотел, но не хочу. Я, конечно, не хочу, чтобы она попала в грязную историю с ворами. Тут, видите ли, случилось так. Я людей не люблю. Они мне сделали много зла. Полину. Встретил я ее и не знаю, так ли это. Но вспыхнуло нечто. Может быть, это желание поглумиться, поозраничать. Она тяжелый человек. А может быть, совесть, жалость. Или, как у вас к наследству Лузгина, любопытство. Все не так, не то говорите. Вы, я не маленькая, я вижу. Вы вовсе не плохой человек. Повторяю, не торопитесь. Но что же мы будем делать? Мы? Вы и я? Ну да. Что? За себя скажу. Не понимаю, что можно сделать для Полины. Спрятать ее в какое-нибудь спокойное место? Ну, где такое место найдешь? Да и вообще. Вот я оставлю здесь одну монету. Ваш жених придет? Да. Должен принести бумаги. А что? Хотите знать, что будет с золотым? Следите за ним. А я ухожу. Куда? Мы ведь еще ничего не решили. И зачем вам, Глинкин? Но я не понимаю. Больше я не могу говорить с вами. Почему? Не могу. Не умею. Боже мой. Зачем все это? Я думала, вы из тех, которые тайно учат чему-нибудь. Что-то знают, настоящее. Нет. Я не из тех. Я ничего не знаю. И ненавижу тех, которые все знают и все осудили. Какая же это жизнь. Какая жизнь. Действие третье. Прошел час. Из своей комнаты вышла Полина. Огляделась. Погасила лампу. И пошла к выходу. Навстречу ей из магазина вышла закутанная в шаль Наташа. Полина вздрогнула и отступила. Кто это? Клавдия, ты? Это я. Что ты? В темноте. Сижу, смотрю на улицу. Там светло, луна. Слушай, этот Стогов. Кто он все-таки? Был хороший человек. А теперь негодяй. Негодяй? Сама видишь. Я не виню его. Все так. Негодяй, потому что разлюбил тебя? Почему ты, говоришь, разлюбил? Ведь вот он нашел меня. Явился. Завтра воскресенье. Да? А что? Так. Дни бегут точно испуганные собаки. Из своей комнаты с узлом и чемоданом вышла Клавдия. Заметив у окна Полину и Наташу, скользнула назад в комнату и вышла уже без вещей. Чем любуетесь? Луной. А я иду к Дуне ночевать. Она одна. Тетка ее уехала дачу продавать. Муженьком моим не пахнет? Не видали его? Нет. Значит, трактире. Ну, прощайте. Я иду. Клавдия ушла в свою комнату. Я тоже уйду, Наташа. Я спать. Усни. Полина ушла к себе. Наташа в магазин. Через комнату неслышно прошла Дуня. Постучала в дверь Клавдии. Выглянула Клавдия. Клавдия, ты мне вещи в окно подай, а я их через забор. Он ждет? Ну да, скорее. Ой. Дуня взяла узел из рук Клавдии и ушла. На лестнице появился Кемской. Наташа, Глинкин, кто-нибудь есть тут? Никого когда нужен. Чем Наташа экономит. Всегда были люди, но никогда они не были так отвратительны. Наташа! Из кухни вышла Бобова. Не спишь? Ходишь? Эх, старость! Никого нет. Пойдем провожу. Ночь всех в сад выманила. А у меня к тебе дельца. Блудливые языки говорят про меня, что бутыли. Бобову вела Кемскова. Из своей комнаты с чемоданом вышла Клавдия. Вошли подвыпившие Глинкин и Ефимов. Клавдия бросилась назад в комнату. Не заметил нас, старый черт. А жизнь? За 25 рублей работаешь до поздней ночи. Все живем плохо. У меня брат тоже кошки в душе. Да. Правильно говорят, что любовь – мучение. А ну вот, когда глупо говорят. Любовь – дело государственное. Глинкин сел к столу. Заметил у лампы золотой. Прикрыл его рукой. Удивительно? Ничего удивительного нет. Ерунда все. И не всякой понимает, что ему нужно. Людям надо приказывать. От чего желать. А иного не смейте. Если бы я был... Где этот черт лузгин хотел прийти? Наша жизнь полна чудес. Теперь моноклии не носят. Стас? Не носят моноклии теперь. Предоставь мне знать эти вещи. Не носят. И это не монокль, а стекло от дамских часов. Я вижу. Дешево фарзи. Ты глуп. Не очень. Нет, я не очень глуп. Клавдия! Клавдия! Ефимов ушел к себе. Глинкин взял монету. Милая. Положи на место. А, Наталья и так далее. Это ты делаешь, да? Это очень мило. Дай счетчику. Положи монету на место. Ну, почему, почему? Ты все капризничаешь, душа моя. Это может мне надоеть. Пошел прочь. Позволь, позволь. Что такое? Пошел прочь, идиот. Ну, что ж такого? Ты положила, я взял. В чем же дело? Наконец, я не могу допустить, чтобы ты кричала на меня. Мое достоинство. Я скажу Кимскому, что это невозможно, Наталья. Ничтожество ты. Ты забываешь, что я дворянин. И в наше время, когда мы единственные... Уйди! Я тебя ударю. Наталья, ну чего же ты хочешь? Наталья! Наташа убежала наверх. Вошли Кимской и Бобова. Ну, довольно, не надо. Я сказал, заплачу тебе. Не надо это сплетни и все. Да как не надо? Надо, милая. И заплатить повехселю мне надо тебе. И знать, что в доме делается надо тебе. Ты верь мне. От кого, кроме меня, непорочную ласку увидишь ты? Ведь я тебя знаю. Я помню, каков ты сокол был. Двадцать годков спустя. Помнишь, на пароходе со мной знакомство свел? Какова я была? Фу, какая ты! Тут люди везде, а ты... Ну, ну, не буду, ну, молчу. А ведь сердечко твое старенькое, последние дни ночи, ты живая, оно ведь не умолкнет, оно не анимеет. Нет, это черт знает что. Это же необходимо кончить. Необходимо. Вот-вот. Необходимый, брат, не обойдешь. Нет, Бога не обойдешь. Правды не обойдешь. Все. Всех людей обойти можно. А правду обойди-ка. Она необходима. Да-да, милый. Обойди-ка ее, попробуй. И заплутаешься. Ну, что? Что стоишь? Стоит и слушает. Вот протоколы допроса и ваше заключение по делу Краевых. Ну, что ж, надо подписать. Перо. Завтра отнесешь прокурору. Вероятно, ошибки, ошибки у тебя. Ты, брат, не брежен. Да. Найди Наташу. Она у себя. Позови. Я с ней поссорился. Я хочу вам сказать, что она... Знаю, знаю. С такими девушками не ссорятся, если ведут себя умно. Иди. Поссоримся. Ты, брат, не глупи. Из своей комнаты в белом платье вышла Полина. Это вы? Куда это вы? В гости. Так поздно. Я нахожу, что ваш пример вреден для Наташи. Все эти постояльцы, этот бритый. Бобова говорит, знаете, что он и вы... Прощайте. В дверях появился Яковлев. Куда? К знакомой. Какая знакомая? У тебя нет знакомых? Есть одна. Врешь? Не нарядилась. Ты, послушай, Яковлев, это невозможно. Ты сам виноват. Ты стара, она молода. Ты поселил тут разных. Наташа тоже молода и неопытна. Позвольте. Нет, погоди. Я говорю. Я. Я хотел семейно и тихо все это. Это мой дом. Я стар, мне нужен покой. Ты должен считаться с этим. А ты... И тут Наташа... Наташа кто? То есть, как это кто? Она. Дочь моя. Моя дочь. И что же? А вот это самая моя. Ты, кажется, выпил. Выпил? Да. Я-то выпил. Послушай, что же это? Ты добрый человек, я добрый. И вот у нас нехорошо. Что нехорошо? Ты не можешь прилично устроить семью. И всем с тобой скучно, тяжело. А если я вас, барин, к чертям пошлю? К самым отдаленным? Свинья ты, братец. На лестницу вышла Наташа. Слушает. Свинья. А вам, братец? Как же это? Как же? Ты... Я не знаю, что. Вы не смеете так грубо говорить с моим отцом. Что? С кем? Вы знаете. Что он мой отец? Наташа, зачем? О, боже мой. Это я должен был сказать. Я. Я ждал момента. Это надо было сказать торжественно. Я готовился ко дню твоего рождения. А не в такую минуту, когда скандал. Чужие люди кругом. И вообще, нужно шампанское и подарок тебе. Старый дурак. Не смейте вы! Ты слышишь, Наташа? Вот что ты сделал. В дверях появилась Бобова, Ефимов, Клавдия. На лестнице Глинкин. Как это грустно все. Как нехорошо. Но ты сама виновата, что нехорошо. Я так обдумал все. Так внушительно. Сказать должен был я. Тогда все было бы иначе. Был бы праздник. Молчите, отец. Я 20 лет думал о том, как это будет. Вы слишком долго думали. И вот ты, дочь моя, отняла у меня лучший день жизни. Это ужасно. Это совершенно непоправимо. Весь город знает о том, что я ваша дочь. Да! Весь! И я знал всегда. Господи! Жалость какая! Ты! Иди вон! И чтоб носу твоего я не видел здесь. За что? Позвольте. Я здесь кто? Вон! Хорошо! Я уйду. Эх! Орекселе-то не забудьте, барин. А вы, Наталья, уж не знаю, как вас величать по-батюшке. Вы моих уточек-то ели. Да! Это не папаша ваш стрелял, а я покупала на мои бедные деньги. Да! Не из лесу уточки-то с базару. Эх! Прощай, Полина Петровна. Сожрут они тебя, как уточек моих сожрали. Эх! Какой ужас! Ты не знаешь, как все это больно мне. Вычеркнут лучший день моей жизни. Идемте, отец. Наташа увела Кемскова. Полина подошла к Яковлеву. Послушай. Прочь, змея! Кто ты мне? Все прочь. Теперь я сам. Прощайте, добрые люди, хорошие люди. Куда? К любовнику. Уйди, ползи, змея. Все разошлись. Глинкин ушел к Ефимовым. Полина с иронией смотрит на Яковлева. Это что еще? Спаситель мой. Ведь ты же мой спаситель. Да? Ну? А что же? Ты спас меня от гибели. И спас? Куда бы ты без меня? На улицу? Проститутки? Да, конечно. А ты добрый пожалел меня. Взял к себе. Все простил. Забыл. Меня заставил забыть. Любил меня. Нержал. Я к тебе всей душой. А ты? Будь ты проклят, гадина. Вот мое прощальное слово. Будь проклят. Полина вышла из дому. Яковлев, задыхаясь от злобы, проводил ее глазами. Подошел к буфету, выпил рюмку водки. Мне никого не надо. Освободил меня Господь от вас, дьяволы. Никого у меня нет. И не признает меня Господь за своего человека. Не признает. Кругом, кругом, осиротело. Кругом осталось. Помощь, Мелагея, Полина. К черту. Все к черту. Яковлев убегает. Из комнаты Ефимовых вышли Клавдия и Глинкин. Оставь. Я все-таки хочу объясниться. Оставь. Наталья не жена тебе. Заносчиво, капризно, театром бредит. А театр из моды давно вышел. Да и какой приданный дает за ней Кимской? Дом этот. Дом этот дешевле гроба. Конечно, Дуня Попова это идея. Дело, а не идея. Дуня богатая, глупая. А я знаю, почему ты хочешь женить меня на Поповой. За ней ухаживает Иванов. А у тебя с ним роман. Догадался. Роман крутить и с женатым можно. Еще интересней. Я женюсь, а Иванов рога будет наставлять мне. Он тебе, а ты ему. Не все ли равно, кто рога наставит, Иванов или другой? Да, все-таки ты для себя стараешься. Я не монахиня. Это монахини не для себя живут. Да и то, как замечательно было в кинематографе. До слез хорошо. Какое он сделал изумительное лицо, Узнав, что жена изменяет ему. Какая страшная печаль была в глазах его. И губы дрожат, дрожат. Ух! Великий талант нужен для того, Чтобы люди поняли без слов, как ты страдаешь. Это вздор, страдать просто. Ну уж нет. Бездарный артист как бы ни старался, А плакать не заставит. Удивительно это кинематограф. До него настоящего искусства не было. А романы забыла? О, романы! Роман неделю сосешь, А тут полтора часа и готова, сыта по горлу. Где это женщины наши? Разогнали их всех старики. Женщины должны быть дома. Это домашние животные. Ммм, пошутил. Эх ты! На лестницу выбежала Наташа. Клавдия, принеси льду с погреба скорей. Да что там еще? Клавдия ушла в кухню. Из своей комнаты вышел сияющий Ефимов. С ним Лузгин. Уговорил. Сейчас он объявит наследников. Все скажет. Все. Все скажу. А по-моему, у вас обоих неладно тут. Этой у тебя тоже этим не хвастают. Где она? Кто? Наталья, да? Послушайте, вы черт! Старелка льда из кухни вышла Клавдия. Вы бы не шумели. Кажется, Кемской захворал. Умирает? Клавдия, Клавдия, за вино Таши скорее. Кажется, она наследница. Неизвестно. Ой, интересно, как? Клавдия убежала наверх. Из кухни вышел Стогов. Молча наблюдает, как Лузгин перебирает обрыдки бумаг. Это... Это вам зачем? Мне? Да. Мне не нужно. Кажется, объявление не мешает. С лестницы спустились Клавдия и Наташа. Стогов задержал Наташу. Будьте осторожны. Он или с ума сошел, или разыгрывает какую-то дурацкую комедию. Сейчас узнаем. Ну как? Нашли наследников? Да. Да. Нашел? Кто же это? Кто они? Вы? Все? Сейчас. Как же все? Лузгин достал из кармана золотую монету. Вот оно! Наследство! Видите? Вот! Позвольте, позвольте. Что такое? Это он, кажется, выиграл у меня. То есть, может, это другая? Вы ее нашли? Да. Не понимаю. Это странная игра. Тут на все хватит. На всех сына родного можно, как Авраам Исаака, убить можно. Христа продали на серебро, а это золото, золото. Вот вам, тебе первый. Бери, бери, и будешь ты царицей, сына родного ради тебя. Дайте-ка взглянуть. Нет, не тебе. Стогов рожал кулак. Стогов рожал кулак Лузгина. Все ваше. Где мой сын? Муж твой. Муж твой. Где? Где совесть? Где совесть? Пошлите за доктором. Он всем. Лузгин вырвался от Стогова, подскочил к зеркалу. Увидел свое отражение. Вот он. Держите. Ловите его. Он всю мою жизнь. Держите. Доктора, доктора надо. Дайте полотенце. Надо связать его. Кто здесь распоряжает? Черт распоряжается, а? Черт! Вбежал Иванов. Я пришел. Должен вам сказать. Еще погоди. Еще кто кого. Что случилось? Ну, скорее. Полина! Бросилась под товарный поезд. Нет! На... Насмерть? Яковлев указал Иванова на Стогова. Арестуй его! Я отвечаю! Господи! Что же это? Стогов направился в кухню. Стойте! Куда вы? Стогов остановился. На диване приподнялся Лузгин. Он сошел с ума? Наташа развязала руки Лузгина. Ага. Поняли. Лузгин протянул Наташу медяк. Извольте. Тут все. Кажется, пятачок. Да. Весь мир. Весь мирище. Звезды, ордена, моря и парафоты. И весь базар. И будешь ты царицей мир. Вы, Лузгин, слишком умно сошли с ума. Вы плохо притворяетесь. Нет. Не ты. Не тот. Уйди. Ну что ж. Бери. На. Тут все. Весь мирище. Тебе. Я не демон. Не Лермонтов. Я не шучу. Нет. Я не шучу. Я не шучу. А ведь, пожалуй, это я свел его с ума. Лузгин опасливо покосился на зеркало. Тут был человек. Он давно ходит за мной. Он изуродовал всю мою жизнь. Сына оторвал от меня. Женщину был фальшив. Как бес притворялся, что знает несокрушимые законы. Он правду оболгал. Он оболгал всю правду. Сына оторвал от меня. Он из Ура кольда Сына оторвал от меня. И, кольда, нет. Он даже не рано что в bother займитесь на зеркало. Он выбирhandи свой умME и вернулся на зеркалоwheel. Продолжение следует...